Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнеси. Приветствую вас из заснеженного Калгари, Альберта, Канада. У нас прямо-таки вьюга, прямо-таки метель, вот даже мусорки, это мусоровозы не приезжали за мусорками, потому что сегодня день должны были брать эти черные контейнеры. Они не приехали, не забрали. У нас температура где-то сейчас в районе минус 14. На дворе, напоминаю, 13 марта 2020 года, но обещают в ближайшие сутки, что температура опустится до минус 28, и как мне передали люди, которые живут на севере, даже на севере Альберта и Соскочевана, не будет таких температур. У нас вот такая аномальная низкая температура будет. В принципе, нам было реально немного грустно, что уходила зима, вот нас она опять обрадовала. Ну, хотите верьте, хотите нет, но нас это радует на самом деле. Обещают, что будет до 40 сантиметров снега, то есть этот снегопад еще будет продолжаться. И пока у нас пятница, кстати, еще вот мы движемся, я не знаю, что будет на выходные. Мы еще сегодня поедем в офис, потом еще поедем в колледж вечером. У нас пока все работает, школы, колледжи ничего не закрыто. Единственное, что вот недавно, прямо перед выездом, перед выходом моего везда, пришло письмо, что школа отменяет там после обеденной дополнительные занятия. Но основные занятия не остаются пока у нас здесь. Я этому, честно, очень рад. Друзья, я хотел бы в этом видео поговорить о форс-мажорах, которые, ну, кроме коронавируса, это у всех форс-мажор, но которые вот лично нас посетили в прошлую неделю. Их было достаточно много. Я вам хотел бы о них рассказать. Итак, поехали. Так, друзья, пока свяжу в памяти. На прошлой неделе у нас были форс-мажором за форс-мажором. Один за другим просто. Ну, во-первых, первый такой форс-мажор у меня начал сильно болеть зуб. И я, честно, не ожидал этого, потому что я вроде бы позаботился о том, чтобы это не случилось в Канаде. Но, знаете как, ты не знаешь, когда это может случиться на самом деле. Даже если у тебя все хорошо, бац, и он может о себе дать знать. Вот он и дал о себе знать. За эти несколько дней ей пришло срочное сообщение из колледжа, из администрации, потому что администрация в колледже бывает только до пяти вечера. А мы начинаем учебу в пять часов вечера. Они даже до пяти там не остаются. Мы когда приезжаем в пять, там уже никого нет. И мы с ними обычно не общаемся, мы только с учителями общаемся. И с нашими коллегами, которые в нашей группе. И пришло быстро срочное сообщение, что идите и заплатите за учебники, там по две тысячи с каждого человека. Я как-то в одном видео говорил об этом. Идите и заплатите, потому что это нужно срочно сделать на этой неделе. Нам сказали, что у нас есть время до мая, и мы не ожидали этого. Для нас это был форс-мажор, я не знаю, с чем это был связан. Мы как-то что-то там пытались выяснять, но нам сказали, что нам нужно заплатить, иначе нас не допустят к экзаменам, нас не допустят к урокам, мы не получим диплом. Ну и вот в этом же духе. Потому что у меня есть отдельный департамент, который за это все отвечает, и он нам просто так жестко сказал, что нужно платить. И нужно было вот собрать эти 4 тысячи, речь о канадских долларах, нужно было собрать и отдать. И я быстро поехал в колледж и заплатил это. Другой форс-мажор, вот пока я думал, вы знаете, пока я думал делать, зуб не делать, пока я ожидал посмотреть, как он себя поведет, как он обезболивающий будет реагировать, оплатил вот эту дань в колледж. Из не форс-мажоров в четверг у меня прошлый был appointment, то есть была запись на операцию на один глаз, на левый глаз. Эта операция называется cross-linking, кто знает, как бы. Но я не ожидал, что будет так больно. Хочу сказать, что вот операция на один глаз и вот в этом госпитале, и проверка до этого, и проверка вот после этого, потому что была проверка на следующий день, потом была проверка через несколько дней, потом будет проверка через две недели. И все это было покрыто страховкой, вот единственное, что все это было покрыто обычной страховкой от провинции Альберта. Мне уже наш иммиграционный консультант, наш профессор, с которым мы работаем, он мне сказал, что у Альберта очень хорошее страховое покрытие, даже там для беженства, там есть какие-то нюансы, как бы она отличается от того, что есть в других провинциях. Кто-то говорит, что в British Columbia даже еще лучше, я не знаю насчет этого. Вот из практики, чисто из практики, я очень удивился, что вот эта операция на глаз, она была полностью покрыта страховкой, то есть нас не просили никаких денег за это, и мне предстоит еще операция на другой глаз. Просто там есть промежуток времени, чтобы у меня восстановило зрение нормально на левый глаз, а потом сделал уже на правый глаз. Но многие спрашивали, сколько это стоит. Где-то в среду я договорился поехать постричься, и почему-то я решил поехать аж на юго-запад, это вообще от нас где-то минут 30-40 езды, это все в пределах Калгари. Там где-то 40 километров, понимаете, если не больше, 47 кажется даже. Но я решил поехать к одной русскоязычной парикмахерше, там постричься, первый раз у нее, решил попробовать. И поехал утром в среду, постричься. А, с утра что-то ненормально начала машина заводиться, ну как-то, я не знаю, там с пятой или десятой попытки я завел. Я подумал, надо ехать сейчас же в сервис, пока машина завелась. Но потом я увидел, что я опаздываю на встречу к парикмахерше, и подумал, что я потом, знаете как, на потом, когда оставляем. Я подумал, что может быть стартер, потому что аккумулятор у меня хороший, слава богу, все хорошо, все в остальном хорошо. И поехал, постригся, когда выехал от этой парикмахерши, я не смог завести машину. Я попытался, наверное, раз в сто завести ее, так и не смог. И мне пришлось вызвать буксир. За буксира заплатил 150 долларов. Я поехал в свой сервис. И машину мне сделали быстро за два дня, потому что я уже после обеда доехал до сервиса. На следующий день, вечер, она уже была готова. Но это все мне стоило еще по 1000 долларов. То есть где-то 150 буксир и где-то 800 с чем-то, это был стартер. Или 700 с чем-то, я уже не помню. Плюс налоги. И это мне стоило 1000 долларов. То есть, опять же, незапланированные расходы. И опять же, понимаете, как я, кроме буксира, мы заплатили, нам нужно было ехать на операцию. Ну, на операцию нас и так, и так просили не ехать на машине, потому что я потом не смог бы везти. И так, и так, мы взяли Uber, такси до этого госпиталя. Потом, это на следующий день буквально было. То есть, в среду был буксир и машина в автосервис. В четверг утром такси, госпиталь и операция. Потом, опять же, на такси поехали в офис хоть что-то поработать. В офисе не получилось поработать, потому что боль была адская в глазу. Я еще поехал, попросили там подружку жены. Она из Индии, она недалеко от нас живет. Попросили нас, она отвезла в колледж. И я еле-еле дотерпел, и просто как бы отпросился, и обратно домой. Я дотерпел там, не знаю, там час, может быть. Потому что была большая чувствительность на свет. Я не мог в компьютер смотреть, я не мог ничего делать. Я пропустил две трети учебы в тот день. В пятницу я не смог даже на работу пойти, и мы не поехали в офис. В тот же день, да, кстати, в тот же день, когда я сделал операцию, я почему-то, у меня так сильно зуб достал, что мне пришлось после обеда пойти и просто как бы вынуть этот зуб, понимаете? И вот представьте себе, что у меня с одной стороны зуб болел, как бы место, где был зуб этот, потому что его лечить уже не было возможно. А с другой стороны, у меня глаз болел. Вот поэтому я отпросился с колледжа, я поэтому не поехал в офис. Два дня я не был в офисе. Я даже три дня не был в офисе, потому что первый день, потому что машина сломалась, второй день, потому что операции, потому что зубы, третий день, потому что боль. И вот я почему-то взял на себя такую вот двойную нагрузку и операцию на глаз, и вот то, что мне зуб вырвали, и это тоже почти как операция была. И вот такая боль, и на обезболивающих, потом на антибиотиках. Ночью, одна ночь без сна. Но вот по деньгам, что по поводу зуба, друзья? Вот консультация, просто рентген и консультация стоила 95 долларов. Я полностью заплатил, как я говорил. По поводу стоимости вот этого процесса, потому что мне нужно было сначала консультация, потом нужно было записи, подождать врача, который этим занимается, потому что я пришел срочно, а у меня не было записи. По поводу стоимости того, что мне удалили зуб, это где-то 390 или 380 долларов. То есть почти под 500 долларов я дал вот за этот зуб. Тут, конечно, нужно добавить, что это потому, что у нас нет официальной страховки. У нас нет, как бы мы не работаем официально нигде, и поэтому у нас нет страховки. Обычно, если есть страховка, есть такие страховки, которые покрывают все, но я лично не встречал, только о них слышал. А есть страховки, которые покрывают 70 или 80% от стоимости, остальное платит сам человек, остальное. И эта же страховка покрывает также стоимость лекарств, потому что мы поехали, мы купили еще лекарства, там антибиотик нужно было, там нужно было обезболивающее, нужно было какие-то капли для глаз. Вот это все, знаете, как можно было сильно нервничать, но потом я просто подумал, зачем, если можно просто заплатить деньгами и просто избавиться от нервов и так далее. Ну, раз так мне пришлось это сделать, так зачем, как говорится, можно сопротивляться, и зачем еще лишние нервы на это тратить. Поэтому я решил этого не делать. Что касается, друзья, вот этого форс-мажора, связанного с коронавирусом. Вы знаете, я очень не любитель сеять панику, и даже мне не нравятся люди, которые это делают, через видео, через как-то в фейсбуке, потому что паника, она страшнее, чем сам этот вирус просто. Серьезно. Есть такие люди с низким коэффициентом IQ, которые вот пошли и купили всю туалетную бумагу. Я вот смотрю на это, и для меня это просто, извинить, это какой-то чистый дебилизм, серьезно. Я считаю, что это отсутствие здравого смысла у людей, я считаю, что это какая-то паранойя, я считаю, что этот вирус не страшнее, чем другие виды болезней или вирусов, или которые были, или которые есть. Люди умирают намного больше от других видов. Я считаю, что эта паника поддерживается в СМИ, может быть, какими-то политическими классами. И я считаю, что не нужно поддаваться панике. Даже какая бы плохая ситуация ни была, по панике поддаваться не стоит. Паника всего лишь усугубляет и ухудшает. В любой ситуации. Поэтому нет смысла писать. Я знаю, что есть люди, которым нечего делать, просто они сидят и любят вот этот ажиотаж, любят эту вот эту сеть, это все. И они этим питаются, этой энергией буквально, вы знаете, как в каких-то своих чатах, на каких-то своих форумах сидят, и вот лясы точат, и распространяют вот эту все. Эту все, извините меня, хрень. Поэтому не поддавайтесь панике, пожалуйста, и не распространяйте ее, пожалуйста, сами. Серьезно. Будьте выше этого. Друзья, я пытаюсь как бы выразиться довольно-таки так, дипломатично, но на самом деле я, когда вижу, что люди пытаются сорвать хайп на Ютубе или где-то еще, просто за счет этого коронавируса, а при этом не думают о последствиях, что есть люди, которые реально любят паниковать, и эти люди могут воспринимать серьезно некоторую информацию, вы понимаете. И вот это сеять панику, как бы только чтобы сорвать этот хайп на Ютубе, я считаю, что это нехорошо, либо там где-то еще в соцсетях. Понятно, что это серьезно, но паника никогда ничем не помогала. Друзья, просто берегите себя, берегите своих близких, делайте как бы нужные там покупки для того, чтобы у вас все было хорошо и чтобы вам все хватило. Конечно, без паники, без крайностей. Можно еще вывести в кэш что-то, чтобы иметь кэш с собой на всякий пожарный, вот то, что я сейчас и сделал, в принципе. Вы знаете, я вот слежу за финансовыми рынками, там упала цена на нефть, на золото, на фондовые рынки упали, упали цены на криптовалюты разные, и еще, мне кажется, они упадут, еще нет, но можно там для дальновидных какие-то инвестиции делать в этом, потому что, мне кажется, это будет намного прибыльнее, чем нежели купить какую-то недвижимость. Но даже недвижимость, мне кажется, не упадут в цене сейчас. Вот, например, я не знаю, у нас в Альберте, это же нефтяной край, сейчас с такими ценами на бензин, я думаю, что упадут там стоимости вот этих моргиджев, ипотек, упадут стоимости домов, и мне кажется, просто, мне кажется, можно сделать сейчас хорошие инвестиции. То есть не надо поддаваться панике, надо позаботиться о себе и о своих близких, надо думать тоже об окружающих, и надо также как бы извлечь выгоду из этих форс-мажоров, но так, чтобы не пострадали другие, конечно же. Видите, куда меня занесло в это видео? Но мы все-таки говорим сейчас о форс-мажорах, где найдешь деньги, где потеряешь, главное, как бы, всегда оставаться человеком, мне кажется, всегда сохранять спокойствие, трезвость ума, принимать правильные и взвешенные решения. В таких ситуациях, когда там незапланированные расходы, ты всегда говоришь, что это самое малое, что можно потерять, и спасибо, как я говорил, спасибо Бог, что взял деньгами. Я хочу сказать, что форс-мажоры всегда бывают в нашей жизни, сейчас они как бы приобрели, есть личного масштаба, есть там глобального масштаба, но всегда их нужно встречать достойно, и всегда нужно встречать без паники, на трезвом рассудке, как бы рассуждать, что и как делать, может быть, даже в некоторых случаях даже нехорошие возможности могут открыться. Берегите себя и своих близких, с вами был на связи Леонид Ионеси, до новых встреч в эфире, пока-пока.